Доброго времени суток! Меня зовут Платонова Галина, сооснователем компании G.L.Tour System и сегодня мы в прямом эфире с удивительным человеком. Это наш партнер, партнер нашей компании. Зовут его Дастан. Сам он из Казахстана. Кто тоже из Казахстана, поставьте, пожалуйста, плюсики. Да, да, есть ли звук тоже, напишите, что есть ли звук. Окей, вот. Дело в том, что, как вы видели, вы могли посмотреть ниже в профиле, Дастан сделал суперчек. Отлично, благодарю. Дастан сделал суперчек в день больше двух тысяч долларов, да, то есть больше, в общем, очень хорошие деньги. Некоторые к таким деньгам для того, чтобы заработать, приходят только через почти полгода, да, или это доход нескольких человек. Сейчас он сам о себе расскажет. Вы готовьте ваши вопросы, которые вас интересуют. А у нас сейчас идёт подключение Дастана. Дастан, привет, как слышно? Добрый вечер или день. Отлично. Меня как слышно? Отлично. Супер тебя слышно, очень классно. Итак, встречаем нашего Дастана, нашего крутого, крутого партнёра. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, поставьте ваши сердечки, поприветствуйте. Отлично. Чтобы мы понимали, что вы на связи, вы нас слушаете и видите. Привет, привет. Сердечки находятся с правой стороны. О, благодарю. Дело в том, что когда делаете сердечки, то, скажем так, эфир начинает показывать многим людям. Поэтому этот эфир смогут видеть много-много людей. Поэтому отдаривайтесь своими сердечками, нам это очень тоже приятно. Итак, встречаем Дастана. Дастан, расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты сейчас живёшь? Сколько тебе лет? Какая у тебя вообще первая профессия изначально, после школы? Так, ну, родом я из города Атырау. Это моя родина. Это Западный Казахстан. 8 января мне исполнилось 37 лет. У казахов это бутиджаз. То есть первый это в 13, второй 25, третий уже 37, получается. Я его завершил и, кстати, удачно очень завершил его. Сейчас я живу в городе Нур-Султане. Это в столице. По образованию я юрист, но юристом я проработал буквально 2 недели, наверное. О, круто-круто результат. Это, наверное, самый такой стремительный продолжительный работа. Ну, всю жизнь, в принципе, я работал в торговле. Благодаря тому, что я прочитал книгу Роберта Киосаки. И с того времени у меня и начался, в принципе, путь. А сколько времени это прошло? Лет 10, уже 15? Когда это было? Ну, вообще я начал работать с 21 года. Ну, да. Вот. Это практически второй курс, как бы, завершил я университета. И я прочитал эту книгу. После чего, в принципе, я уже понял, что поставил себе цель за 10 лет пройти весь квадрат денежного потока. Что, в принципе, мне удалось побывать во всех квадратах. Какой квадрат понравился больше всего? Ну, больше всего, конечно же, это бизнес и инвестиции. То есть, будучи сотрудником компании, компании Coca-Cola, возможно, руководство, если услышит это, будет не очень приятные вещи, конечно. Но, будучи сотрудником компании, я открывал бизнес. Также занимался еще и инвестированием. То есть, находясь в разных квадратах одновременно. Ну, это самый такой хороший путь, пробовать несколько вариантов. А кто тебе вообще порекомендовал книгу? Потому что книга такая специфическая, и многие без сих пор ее не читали. Ну, во-первых, я очень благодарен сетевому бизнесу. Я очень благодарен своей тете, которая привела меня в первую компанию Oriflame. Самое лучшее! Лучше косметики нету. Кто знаком с компанией Oriflame, ставьте сердечки, плюсики. Всем привет партнерам компании Oriflame. А другие компании у тебя были, кроме Oriflame? Да, вторая компания у меня была больше образовательной в сфере инвестиций как раз-таки. То есть, это когда я начал изучать этот квадрант денежного потока, я начал именно с PIFов, паевые инвестиционные фонды. Это мои первые инвестиции были. Я вкладывал в российские ценные бумаги. На зарубежные переговоры? Казахстан на сегодняшний день до сих пор является единственной страной постсоветского пространства, где инвесторы не платят налоги. Насколько я знаю, что Россия 13% кажется платит. 13 или 17% прибыли от инвестиций. Поэтому в Казахстане очень выгодно заниматься инвестированием. Так, ребята, кто хочет заниматься инвестированием? Все в Казахстан, там льготные условия. Казахстан, а почему все-таки сетевой? Почему ты все-таки выбрал партнерскую программу? Чем это так хорошо? Ну, не знаю почему. С детства у меня всегда было такое. Я всегда любил помогать людям. Почему мне именно это и понравилось? То, что настоящие лидеры в любых сетевых компаниях, они достигают результата только благодаря тому, что находят именно подход общения с людьми. За личные качества, за умение руководить, также и подчиняться, как говорится, служить. Вот. Это именно тот бизнес, при котором с минимальными вложениями любой человек может достичь определенных результатов. Если, конечно же, он верит в это. А скажи, пожалуйста, а сколько ты в компании GL Tour System? Когда ты пришел? GL Tour System я с 22 июня. Но начал заниматься им осознанно где-то с июля месяца. Дело в том, что у меня очень-очень тяжелый год был позапрошлый. И тот год как бы завершался этим. Поэтому месяца два где-то я очень сильно прорабатывал, чтобы выйти сильным в состоянии. Ты углубился в сам продукт, правильно? Да, 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 да. Какие результаты у тебя уже есть в продуктах? Ну, на самом деле, когда человек приходит к состоянию депрессии, когда он теряет абсолютно все, он верит только одному, это создателю. И когда идут определенные запросы, если человек будет готов к этому моменту, то он воспринимает его. Для меня самым главным вопросом как бы был это восстановить мое имя. То, что я долгими годами как бы собирал, копил, как говорится, в первую очередь. В вторую очередь, конечно же, мне нужно было рассчитаться финансово. И для меня стояла задача именно заработать деньги. Но в системе JLTOR я понял, что с целью заработка изначально, если приходит человек, то он не достигнет. Либо он достигнет каких-то результатов, но деньги будут все равно сквозь пальцы вытекать. Когда я это осознал, я понял, что продукт это основное. А кто тебя поддержал, когда ты пришел в компанию? Ты с кем-то советовался? Кто те люди, которые разделились с тобой, скажем так, в начало пути, поддерживали тебя, не поддерживали? Как это было? Знаете, состояние было у меня, на тот момент я был в Актюбинске, состояние было у меня наихудшее. У меня даже не было 10 долларов, чтобы зайти в компанию. Да, и мой спонсор скинул мне эту информацию. До этого он скидывал мне очень много информации разных компаний. Это Донат, мой спонсор, за что я ему очень сильно благодарен. И на тот момент у меня не было 22 долларов. И он заплатил. И как только я начал прорабатывать, у меня в первый же день пошел результат. Мне вернули долг, 100 долларов, ровно которых год не давали. После этого купил сразу три модуля. Супер, супер. Прямо какое-то волшебство. Да, у меня сразу на следующий день пошло озарение. Я понял, что именно это я и запрашивал у Вселенной. У Всевышнего. Так а кто тебя поддержал? Ты с кем-то советовался? Или ты сам принимаешь решение? Дело в том, что вот с 20 лет, с 19 лет, я всегда, когда что-то хотел, я обращался к Всевышнему и ожидал эти моменты. Вот, допустим, вопросами инвестирования. Я знал, что это придет ко мне. Я просто выжидал эти моменты. И ко мне на работу пришел один стажер, который в руках держал книгу. Книгу Генриха Эрдмана. Может быть, вы читали в России. Она красная такая. Инвестируй и богатей. Я не взял его на работу, но пока он стажировался, я успел прочитать эту книгу. Через него я вышел на ее тетю Айгуль Жумабаева, который является сейчас моим личником, партнером. Буквально позавчера она стала моим партнером. Через нее я вышел на Генриха Эрдмана и начал заниматься вопросами инвестирования. То есть, Вселенная всегда отдает эти моменты. Просто нужно быть готовым воспринимать это. И когда донат мне скидал эту информацию, я именно понял, что именно это мне и нужно. Я знаю, что у тебя родители тоже сетевики? Да, у меня родители очень большой опыт имеют. Они врачи по образованию. Отец у меня психиатр-нарколог, а мать у меня терапевт. Но так получилось, что они ушли с работы, имея большие должности. Ушли в первую сетевую компанию. Кажется, визиум была такая. И с того момента они начали заниматься. Это еще в 90-х годах. А сейчас они с тобой или продолжают путь в другой компании? Да, родители, моя родная сестренка, мой родной брат, мы все в системе JLTOR. Семью модулями, бинарии и так далее. Ну вы молодцы, молодцы. Крутая семья. Родители у тебя сейчас тоже на седьми модулях плюс бинар. То есть у вас получается такой семейный бизнес? Да. Мы все особенно подошли к этому и занимаемся на 100% системой JLTOR. Брат тоже у тебя зашел, правильно? Да, брат у меня немного далек от этого. Но начал заниматься только первый модуль. Он открыл на самом деле. Но рано или поздно он к этому придет. Поэтому, если честно, он меня поддержал и взял все семь модулей, как положено. Также в бинар, хотя он в сетевом бизнесе никогда не работал и не знает это. Он взял его с точки зрения саморазвития. А скажи, пожалуйста, когда ты рассматривал вообще бизнес, входить тебе в бизнес, не входить? У тебя какие-то сомнения были? То есть на что ты обращал внимание? Какой был ключевой фактор, почему ты подключился? Ну, опять же таки, находясь в депрессивном состоянии, я ждал эту информацию. Когда я послушал Александра Корнеева, я сразу почувствовал это внутренне. Что я именно это и ожидал, и просил у Вселенной, у Аллаха. Понимаете? Дело в том, что в жизни я несколько раз так получал. Это так же, как и с книгой Генри Хердмана «Инвестирую богатей». Это первая книга, которая вообще у меня была с точки зрения инвестиций. Поэтому я был подготовлен к этому уже. А скажи, пожалуйста, как складывается твой вообще рабочий день? Потому что ты пришел конкретно, просто у нас партнеры делятся на несколько категорий. Одна категория – это которые приходят и учатся, да, просто открывают модули, прорабатывают. При этом даже знакомые, родственники не знают, где они учатся, чем у них, что у них проходит. Ну, какие жадинки такие, да? Только для СЭБы, как говорится. Вот. А ты активно развиваешься, ты строишь бизнес, реально строишь бизнес. Поэтому из чего складывается вообще твой рабочий день? То есть, что ты делаешь? Ну, во-первых, я в городе Нур-Султан, являюсь как бы ответственным партнером. И на мне лежит ответственность проведения мастер-классов. То есть, еженедельных. Да, это каждое воскресенье мы проводим эти мастер-классы. Помимо этого, ежедневно у меня, в принципе, я с утра начинаю тренировки, да, как обычно. Буквально я начал заниматься своим телом физическим. Далее, где-то я приступаю после обеда, на самом деле, работой. Есть партнеры, которые назначают встречи, и я работаю в глубину, по большому счету. В те дни, когда я не занимаюсь в спортзале, я прорабатываю модули. В основном у меня проходит где-то большая часть времени, это работа на земле. То есть, напрямую контакты. Далее, вечером, когда я освобождаюсь, у меня бывает несколько часов, это 2-3 часа где-то, я начинаю прозванивать. Разванивать, либо выходить на скайп, то есть онлайн работаю. А с какими странами ты ведешь переговоры онлайн? Ну, у меня подключился партнер с Азербайджана, пока я его просто не присоединял, он проходит обучение. Пока это в пределах Казахстана и России. Дело в том, что сейчас я очень люблю выращивать людей. В прошлой моей работе в компании Coca-Cola я вырос всего около 15 человек, региональных представителей. То есть, я очень люблю работать в регионах. Поэтому сейчас у меня задача стоит здесь максимально вырастить людей, чтобы я был взаимозаменяем. Чтобы мы могли уже по регионам друг другу помогать. То есть, тот же самый Тимир-Булаг, тот же самый Донат, чтобы мог сюда приезжать, я мог в Алмату и так далее. То есть, у нас очень много работы, мы только-только начинаем. Весь Казахстан свободен, вся Россия, весь СНГ. Поэтому, все впереди. Я знаю, что ты уже проводишь встречи в другом городе, это Караганда. Как там дела идут? Ну, мы провели один раз в прошлом месяце. Мы это сделали на ежемесячной основе. Сейчас мы будем делить. Рядом есть город Тимир-Тау и Караганда. То есть, уже сейчас мы начинаем делить их. То есть, в один день я провожу сразу два мастер-класса. В разных городах? Да. Ну, они рядом находятся. Тимир-Тау и Караганда. Буквально там 20-30 минут езды друг от друга. Поэтому мы сейчас уже разделяем. И сейчас мы ищем в Караганде человека, который может уже самостоятельно проводить это. Ну, я смотрю, у тебя такой совсем такой деловой такой вообще подход, конкретный такой. Знаешь, как бы не как у любителя, а уже действительно как у профессионала. И сразу видно, что ты, скажем так, ставишь серьезные цели. Какие у тебя вообще планы? Какие цели? Почему ты так стремишься? Кто для того, чтобы выращивать людей? Батаешься туда-сюда из разных городов? Зачем тебе это надо? Ну, смотрите. Почему я любил компанию Арифлейм? Это самая лучшая косметика на тот момент была, да? То есть люди, которые знают о том, что тот же самый Моряки или Лореаль намного лучше по некоторым показателям, да? Даже если сравнить духи, да? Или туалетную воду. Но не будем сравнивать все компания. Да. Возьмем, допустим, компанию Кока-Колу. Почему у меня там был очень большой результат? Если вы не будете любить то, чем вы занимаетесь, бесполезно. То есть без любви вы не сможете достичь результатов. Только тогда, когда вы пропустите через себя и начнете любить этот продукт, этот бизнес, то, что вы делаете, только тогда у вас будут результаты. И максимальное количество времени вы должны проводить в этом потоке. У меня очень большие планы. Я не отношусь, как бы, к компании Джейль Тор, как бы, совсем прям как идеально. Это прямо аж этот, знаете, вот как Кока-Коле. У меня все родственники пили только Кока-Колу, не Пепси-Колу, да? Идеализируют. Это определенный этап в моей жизни. Я очень благодарен этой компании. Я буду максимально здесь достигать успехов, как духовных, так и материальных. Я зарабатывал 20-30 тысяч долларов. Я знаю вкус этих денег. Я знаю, что это такое. Поэтому только в системе Джейл Тор я осознал, почему богатые люди, теряя деньги, банкротившись, потом поднимаются еще выше. То есть я этот этап прошел. Секундочку. Смотри, хочу, ребят, обратить вас, как бы, внимание. Обычно, когда говорят про бедных и богатых, и когда рассказывают историю, что богатые, потеряв свои деньги, опять быстро восстанавливаются, да, благодаря своим нейронным связям и так далее, да, то Достан имеет в виду, что почему они педнеют, почему они теряют свой доход. Ты же об этом говоришь? Да. На самом деле, да, очень глубокая такая философская мысль, поэтому, Достан, разве ее, как бы, поглубже, пожалуйста. Смотрите, друзья, когда человек начинает очень много зарабатывать, давайте изначально придем к этому. Смотрите, у меня была цель, я говорил о том, что тысячу долларов зарабатывать классно. Вселенная мне говорила о том, что ты не знаешь, что такое классно, Достан. Я начинаю зарабатывать три тысячи долларов, поставив следующую цель. Я говорю, классно. Вселенная говорит, Достан, ты не знаешь, что такое классно? Может быть, лучше. Я начал зарабатывать пять тысяч долларов. Ага. Потом Вселенная мне говорит, Достан, ты не знаешь, что такое классно. Я начал зарабатывать десять-пятнадцать тысяч долларов. И тут начинает взращиваться эго. Вот это очень тонкий момент. Я осознал, где я попался в эту ловушку в свое время. На самом деле... И тогда я начал говорить. Ага. Да, на самом деле это очень распространенная ловушка, потому что, как правило, все в нее, ну, многие люди в нее попадают. Реально, когда начинает расти финансовая емкость, да, этот доход, то люди скатываются вместе с другими планами. Да. То есть вот эта связь с Богом, он прерывается, потому что включается вот этот орган. И начинает говорить, что я такой красавчик. Я ставлю следующие цели, при котором я не стал его достигать. Я начал говорить, блин, что-то очень плохо. Вселенная начала говорить мне, ты не знаешь, что такое плохо. Я начал еще меньше зарабатывать. Я говорю, блин, совсем что-то плохо. Вселенная говорит, ты не знаешь, что совсем плохо. Я тебе сейчас покажу, что такое совсем плохо. И знаете, когда опустившись на дно, начинаешь понимать все это, именно в системе GL Tor System я понял, почему богатые становятся еще богаче, если становятся, точнее, встают с колен. Это классно. Это классное ощущение, когда финансовая емкость растет параллельно с духовной емкостью. Именно сейчас я понимаю того же самого Роберта Киосаки, который несколько раз банкротился. Поэтому я не боюсь жизни абсолютно ничего. Это на самом деле очень классный момент, потому что некоторые, одни люди боятся богатеть, другие люди боятся беднеть. И те, и другие, они в итоге опускаются на дно. В состоянии денег есть несколько чувств. Можно я закончу? В состоянии денег есть первое чувство. Это когда человек боится не заработать в своей жизни, не реализовать свои цели, мечты. Это состояние страха. И второе чувство, это когда человек начинает все получать и боится потерять это. Так вот, система наша, Джейл Тор, она обучает не привязываться ни к чему, не бояться, потому что все это временное. И когда вы перестаете ощущать вот этот страх потери или незаработка, начинаете выполнять свое основное предназначение, страх пропадает сам по себе и вы кайфуете от этого. Классно, классно, классно. Смотри, сколько сердечек у людей резонирует. То, что ты говоришь, нравится и ставки. Поэтому ставьте больше лайков. Скажи, пожалуйста, что ты порекомендуешь любую емкость? Как ее расширить? Потому что я знаю, что многие партнеры в компании у нас начинают зарабатывать, зарабатывают и сели, и жду, и почитают на лаврах, как это классно, как это супер. Но ты не останавливаешься. Дай свой совет. Как расширить финансовую емкость? Как людям не останавливаться на тех доходах, которые они зарабатывают? Ну, в первую очередь, это очень такой щепетильный вопрос. На самом деле, почему я взял все семь модулей? Во-первых, чтобы я не ограничивал себя, точнее, людей, которые получают информацию от меня. Чтобы я был открыт. То есть, когда я провожу презентации, когда я встречаюсь с людьми, я уже выявляю те проблемы, в которых нуждается тот или иной человек. То есть, я вижу его решение проблем на четвертом модуле, на пятом, либо на шестом модуле. В первую очередь, партнер должен практически во всех модулях быть. Чтобы вот это вот ограничение у него было снято. Это однозначно. Чтобы он смотрел на тех будущих, как бы, кандидатов не с точки зрения заработка, а с точки зрения помощи данному человеку. И решение его проблем, или его запросов. Далее, партнеры, которые преследуют цель заработка в этом бизнесе. Поверьте мне, это то же самое, что в другой сетевой компании, но продуктовой. Человек может зарабатывать, но, опять же таки, не выполняя свое основное предназначение, свою дхарму, он рано или поздно все равно вернется к тому, что нужно проходить обучение. Это очень тонкая такая нить, которой сам партнер должен понять это. Что сколько бы человек ни зарабатывал, не выполняя свое предназначение, все равно он потеряет деньги. Рано или поздно. Через себя, через своих детей, через родных и близких, не важно. Поэтому, в первую очередь, человек должен саморазвиваться. А что ты порекомендую, чтобы не зависать в духовности, и в то же время другим не зависать в материальном? Как балансировать эти два крыла? Так вот, смотрите, это все должно быть параллельно. Опять же таки, когда вы проходите обучение, вы начинаете предлагать. Предлагаете людям, соответственно, возвращаетесь к обучению. Зарабатываете, возвращаетесь к обучению. Постоянно нужно расти, трансформироваться. Потому что, по мере вашего духовного роста, будут еще и знания. Опять же таки, здесь же не только духовные знания у нас. Скажи, пожалуйста, как ты вообще предлагаешь? Кому ты предлагаешь? Как ты предлагаешь? Ну, опять же таки, я делю на несколько категорий. То есть, в нашей системе есть люди, которым не интересен бизнес. Точнее, люди, которым не интересен бизнес. Им важно именно знание. Далее, есть категория сетевиков, есть категория традиционных людей, которые занимаются бизнесами. То есть, нужно вот это вот разделять. Видите, в этом плане мне намного легче, потому что я был во всех квадратах денежного потока. Я разделяю людей на категории. Сразу же я знаю, понимаю их запросы. Я вижу, допустим, у людей, в чем у них просадка. То есть, будь то сетевик или традиционщик, или просто кто хочет получить какие-то знания. Соответственно, после того, как я их делю, я уже говорю им, что они могут получить. То есть, конкретно выявляя потребности их. Это самое мудрое решение. Прилагать то, что нужно человеку, а не то, что хочется тебе. Потому что у каждого свои потребности, у каждого свои запросы. И дастан очень делает мудро и правильно. Поэтому, ребята, держите совет. Во-первых, как бы два момента. Обязательно прочитайте книги Роберта Киасаки, кто еще не покупал, не смотрел. Их очень много. Начните с первой книжки. Это квадрат денежного потока. То есть, это первая книга, которую вы должны прочитать. И потом там уже пойдете во все остальные книжки. Это все книги можно перечитать. У него очень большая литература. У каждого автора, в принципе, две книги достаточно прочитать. Вот у него есть две замечательные книги. Это квадрат денежного потока, соответственно. И богатый папа, бедный папа. Все, достаточно, по большому счету. Все остальное идет как бы в повторение. Первую книжку как назвал? Богатый папа. Чему учит богатый папа? А, чему учит? И не учит бедный. Ага. Ну, там же квадрат денежного потока, да. Поэтому обязательно смотрите. И второй совет, который сейчас был, кто помнит, напишите в чате, а мы проверим, как вы внимательно слушаете. Ясно. Так, отлично. Скажи, пожалуйста, а кто твой самый активный партнер на данный момент в команде? Ну, как бы не хочется обижать. У меня много активных партнеров. У меня личником являются 12 партнеров, 14 партнеров уже. Но в основном у меня глубина работает. То есть во второй, в третьей линии есть партнеры, которые намного активнее работают, чем их спонсоры, как говорится. Я сейчас пока еще хочу найти твой чек, чтобы люди посмотрели. Вот смотрите. Это информация, да. Это на самом деле старый уже чек. Сейчас эта информация уже обновилась, и причем намного сильно обновилась. Видите, это один из чеков, который в самом начале месяца доход доста на 2106 долларов, ну, только по одному маркетингу. За месяц, как вы видите, там доход 7444, и ниже второй доход 279 долларов. То есть 7 тысяч уже на тот момент было заработано. Сейчас уже, ты можешь не называть, но циферка уже побольше. Правильно понимаю? Да, то есть я целью не ставлю как бы моментного заработка. На самом деле у меня самый большой чек в день на сегодняшний момент – это 3840 с копейкой. А так я уже вышел на ту цель 10 тысяч долларов. Это моя первая цель была в месяц. То есть я начал зарабатывать сейчас уже больше, около 11-12 тысяч долларов. Смотрите, ребят, еще раз, давай напомним, сколько ты вообще в бизнесе GL Tour System? Шесть месяцев я нахожусь в бизнесе, два месяца по своим проблемам, как говорится, я занимался собою, занимался проработкой. То есть я не был доступен открыто, осознанно я начал заниматься спустя два месяца уже бизнесом, предлагая, потому что я это все через себя пропустил. И через 4 месяца у меня уже пошли хорошие чеки. Буквально полтора месяца назад я начал выходить на очень хорошие чеки. Сейчас уже 10 тысяч долларов – это стабильно у меня. А теперь у меня вопрос к зрителям, которые находятся. Те, кто смотрит в прямом эфире, напишите, пожалуйста, имеет ли смысл разобраться с этой информацией, чтобы получать такие деньги. Для тех людей, которые будут смотреть запись в Ютубе, напишите, да, имеет ли тоже смысл разобраться с этой информацией, пишите уже в Ютубе эти комментарии. И тоже сразу задаю параллельно второй вопрос. На самом деле, то, что вы сейчас видите, вот эти вот чеки, да, и суммы, которые называют Гастан, это естественные процессы. И тоже хочу немножко вам расширить съемкость. Понимаете, когда мы, в принципе, работаем, мы все зарабатываем деньги, да. Есть учителя, есть учителя в школе, которые зарабатывают не очень много, да, есть учителя, которые параллельно ведут тренерскую деятельность и ведут свои курсы, ведут, как называют, репетиторство, да, то есть зарабатывают. То есть доход за одну и ту же работу совершенно разный. И, в принципе, у нас у каждого из нас 24 часа в сутки. Вопрос, сколько стоит ваш рабочий день, сколько стоит ваш рабочий час. Вот на самом деле, посчитайте, я как-то встречалась с одной девочкой, тоже задала ей такой вопрос. Она сидит и чуть ли уже не плачет. Я говорю, Марина, что случилось? Она говорит, мой, говорит, рабочий час стоит дешевле, чем я плачу за парковку к своей машине. Понимаете? То есть к чему это? К тому, что с приходом интернета, с приходом интернета появились новые возможности. И наверняка, когда вы покажете вот эти чеки, вот эту запись вы покажете своим друзьям, знакомым, соседям, или просто загрузите к себе на YouTube, да, и люди посмотрят, расскажут, что это нереально. Да, ребят, это нереально, работая по старым шаблонам, которые у нас идут со времен Советского Союза, да. С приходом интернета сейчас все изменилось. Вы сейчас знаете, да, что есть банк Тинькофф, у него нет филиалов, но это один из крутых банков. Есть тот же eBay, да, что там у нас еще есть, у которых нет своих магазинов, но это очень классная большая платформа, через которую идут основные продажи. То есть сейчас идут очень много, очень много бизнесов, которые работают через интернет. Ребята, пользуйтесь ими действительно, потому что на самом деле стоит с этим разобраться. И если вы уже приходите работать в такую компанию, как Жильтурсистом, у меня к вам большая просьба. Так как компания, да, Яндекс тот же, да, на самом деле дает очень большой процент в сеть, да, то есть вы на эти деньги можете нанять любые курсы продвижения, таргетологов, маркетологов, это там нанять себе всяких там операторов, кто там заставки делает. Ребят, на самом деле это бизнес, и если вы занимаетесь традиционным бизнесом, да, вам что нужно? Аренда, плюс там освещение, охранник, уборщик, налоги, пожарная, там куча всего, куча идет расходов. И когда вы приходите в бизнес онлайн, продуктовый, непродуктовый, у вас все равно есть вот эти вот вещи, за которые отвечаете вы. Вам никто не придет и не скажет, так, подключи сегодня там 20 партнеров. Нет, сказать можно, да, но делайте это вы. Чтобы подключить 20 партнеров, вам нужно провести определенное количество встреч. Для того, чтобы провести определенное количество встреч, вам нужно сделать определенное количество звонков. Исходящих, входящих. Если вам влом этим заниматься, да, или если вы считаете, что это не работает, хотя даст вам прекрасный опроверг, что это работает, да, И посмотрите, всего за 4 месяца получать такие доходы регулярно, это же реально круто. Используйте другие методы, которые работают сейчас в интернете. Записывайте видео, запишите видео, почему вы пришли в компанию, почему вы ее рекомендуете, какие здесь деньги можно зарабатывать, каким образом. То есть люди сейчас смотрят в интернете информацию, потому что это реально круто. Вы лежите где-нибудь там на ГУА, да, вы можете работать. Так как парк-компания международная, вы можете зарабатывать с людьми из разных стран. Меня несколько лет назад пригласили на одну из презентаций. Это была компания украинская, они только открывались, но когда они узнали, что я с Россией, они сказали, извините, мы не можем вам предложить этот бизнес. Когда я спросила, почему, они сказали, у нас компания работает только в одной стране. Понимаете, здесь у вас нет ограничений. Вы здесь не ограничены ни районом, да, как бывают компании, вы ограничены только своим проживанием. Ни городом, ни страной. Только земным шариком. Да, поэтому все, кто живут на планете Земля, это все ваши потенциальные люди, ваши потенциальные партнеры, ваши кандидаты и так далее. Потом записывайте видео, выходите в такие прямые эфиры, давайте информацию, и люди, конечно, будут вам присоединяться и строить с вами бизнес, и будут зарабатывать. Да, Стан? Согласен? Абсолютно. То есть, для того, чтобы зарабатывать, надо шевелиться, правильно? Да, постоянно вкладывать и инвестировать. Конечно. А можно зарабатывать? Кстати, такой вопрос. И ввести себя это тоже инвестирует. Скажи, пожалуйста, а можно зарабатывать, ничего не делая? Нет, это сказка, если честно. Ну, ты прямо у всех зрителей, которые были, и кто думал на халяву, ты прямо у всех обломал, ты понимаешь? Ни в коем случае. На этом просмотре закончится. Невозможно. Всегда человек будет либо развиваться, либо деградировать. Застоя нет. И, пожалуйста, дай свой совет такой ключевой, и будем заканчивать. Наш прямой эфир. И выходить в новый. С поздравлением нового миллионера компании Джерри Турсистам. Надеюсь, это произойдет буквально очень скоро. Очень-очень скоро. Я очень благодарен. Я хочу поблагодарить всех соучредителей. Вас, Галина. Хочу поблагодарить всех своих партнеров, своего спонсора. Нашего любимого Александра Корнеева. Елену. На самом деле, нас ждет очень большое будущее. То есть, мы находимся даже, знаете, не то чтобы в зародыше. Все-все-все только начинается. Вы представляете, сейчас это такие чеки, они кажутся очень маленькими. Поверьте мне, через полгода, через год они будут привычными для всех. Я, когда разобрал весь маркетинг-план, я увидел глубину, насколько здесь человек может быть финансово благополучен. 100 тысяч долларов – это как с добрым утром. Заработки с тренара – это, знаете, как в салон красоты просто каждый день ходить. Насколько большие знания здесь есть. То есть, вы будете развиваться как финансово, так и духовно. Компания будет, я очень надеюсь, конечно же, я буду делать все, чтобы компания процветала, росла. Будет развиваться во многих странах. То есть, понимаете, те, кто сейчас находится в системе, если осознают и понимают, насколько большие перспективы у нас. Поэтому я всем желаю понять это, осознать и начинать двигаться. – Классное такое пожелание. Благодарю. Я, в свою очередь, приглашаю всех 2 февраля этого года на встречу в городе Алматы, где пройдет большой бизнес-день с награждением, с признанием. Приедет Лена Кононова, привезет кучу подарков. Вы увидите, услышите наших топ-лидеров. Это Достана, который у нас сегодня выступает. Он будет выступать, поэтому обязательно нужно бронировать и билеты сейчас. Тимир Булата, топ-лидер из Алматы. Гульмира приедет, да, и много-много других лидеров, которые вышли на хорошие чеки, на хорошие доходы. Им есть реально с чем поделиться. Поэтому Казахстан, реально приезжайте 2-го числа в Алматы. Вы получите заряд энергии, вы получите заряд бодрости, очень много советов, очень много практик, да, именно людей, которые уже достигли успеха и прошли этот путь. То есть их задача на этом семинаре, да, который у вас пройдет 2-го февраля, это сократить ваш путь, да, то есть те знания, которые получили, свой опыт, они могут вам его передать, и вы до этих результатов дойдете гораздо уже быстрее, чем они. Но при одном единственном, конечно, условии, если будете что-то делать, если просто зайдете купить иммун, то ничего не будет. Давайте уже на самом деле будем реалистом. Вот, поэтому Казахстан, благодарю тебя за такую интересную встречу. Ребята, ставьте плюсики, лайки, давайте поаплодируем за такую пламенную, великолепную речь. Будем рады у всех вас видеть в Астане, в Алматы. В Астане тоже приедем 2-го февраля. Благодарю вас. Да. И будем нарезать уже это видео, уже соединять все наши кусочки, которые у нас получились, если их было сегодня очень много. И полностью запись вы сможете посмотреть уже на Ютубе в нашем канале JLTourSystem. Поэтому, как говорится, всем до встречи, всем вам благоприятного дня, больших стремительных чеков, ну и до новых встреч. Пока-пока. До свидания. Счастливо.